При создании самого разного видеоконтента качественная запись звука также важна как и визуальный контент. Меня зовут Богдана и вы на канале Фотобух, где мы рассказываем вам о товарах для фотографов и видеооператоров. И сегодня мы рассмотрим аудиорекордер Zoom H1M. Компактный, портативный рекордер Zoom H1M пользуется большим успехом у широкого круга любителей и профессионалов, видеооператоров, журналистов, видеоблогеров, ютуберов и музыкантов. Он компактный и легкий за счет пластика, из которого выполнен корпус и обладает удобным интерфейсом, где основные кнопки вынесены на переднюю панель, что существенно облегчает доступ к ним. Итак, теперь все по порядку. В боковой части рекордера находится кнопка включения и выключения, она же блокировка кнопок, что в работе минимизирует срабатывание другой кнопки в случае случайного нажатия. Рядом кнопка удаления, тут же вход в системное меню, где можно выбрать дату, время, тип батареи, с которыми будете работать для измерения остатка заряда, выбора времени, автоотключения, а также выбрать формат и название файлов, которые мы рекомендуем инновать по дате для удобного поиска записанного аудиофайла. Настройка работы с SD-картой дает возможность делать ее форматирование и проводить тест на работоспособность, чтобы исключить потери материала в будущем и до сброса настроек к заводским. На этом системное меню закончилось и можем вернуться к корпусу, где имеется microUSB разъем, который позволяет запитывать рекордер через пауэрбанк или компьютер. Также передавать цифровой сигнал на стереомикшер или перенос данных на компьютер. Разъем под карту памяти microSD, поддерживающий тип SD и SDHC, и тут стоит отметить, что аудиорекордер поддерживает два основных аудиоформата. Это WAV, сохраняющий звук в максимальном качестве, но при этом будет весьма тяжелым, и формат MP3, несколько сжатый, но зато существенно экономящий место на карте памяти. Также на корпусе есть разъем под петличный микрофон в размере 3,5 мм, что дает возможность спикеру положить рекордер в карман. А петличный микрофон расположить на одежде и при монтаже звук и видео соединить, при этом получая качественную запись звука. Такое решение можно рассматривать, когда имеющаяся камера или устройство, которое снимает, не имеет возможности подключения микрофона. Для подключения наушников разъем расположен с другой стороны корпуса, а также две клавиши, отвечающие за регулировку громкости. Zoom H1N оснащен стереопарой микрофонных капсулей X, Y, где данная конфигурация позволяет осуществлять объемную запись источника звука на две отдельные дорожки, которые имеют максимальный уровень звукового давления в 120 дБ, что вполне достаточно для качественной записи рок-концерта. Если данное устройство вы хотите применить вместе с камерой, тогда вам нужно иметь кабель, переходник Zoom HS1, ветрозащиту, которая входит в комплект аксессуаров Zoom APH1. Это востребованный набор, так как имеет ручку и штатив, а они придают удобство во время интервью, сетевой адаптер с кабелем и жесткий чехол для хранения. Для начала устанавливаем переходник в разъем, который есть на корпусе рекордера и после фиксируем в башмак камеры. Кабелем соединяем и синхронизируем работу аудиорекордера и камеры. Ветрозащита предохраняет от воздействия дыхания и контактных шумов в момент записи звука, а также от воздействия ветра, если ваша съемка проходит на улице. На регуляторе мощности входного сигнала, который расположен на лицевой части, выбираем значение 6 дБ и выше. При выборе этих показателей вы обеспечите себя записью наиболее хорошего соотношения сигнал-шум. Также отметим, что на верхней части корпуса находятся многофункциональные клавиши управления, где аудио – это выбор формата записи, лоукат – обрезает низкие частоты, если более простыми словами, то убирает щелчки и ветер. Лимитер – удобная функция, если громкость звука постоянно меняется, что позволяет записывать без больших перепадов. И даже если происходит сильная звуковая перегрузка, лимитер с этим справится и выдает нормальный звук. Функция автолевел отвечает за автоматический уровень входного сигнала, то есть ручной диммер мощности входного сигнала становится неактивным. Используя данную функцию, вы должны быть готовы к тому, что при резком уменьшении громкости входного сигнала уровень будет выставлен максимально и с большей вероятностью мы получим шумы на конечной записи. И еще обращаем ваше внимание на кнопку стоп. При ее удержании открываются дополнительные кнопки меню, а именно авторек – это автоматическое включение записи при повышении установленного уровня входящего сигнала. Например, можно начать запись по хлопку. Пре-рек позволит записать 2 секунды до нажатия кнопки рекорд. Селф таймер – это установка обратного отчета. Саундмарк – это установка звуковых маркеров в начале и конце звуковых видео, чтобы потом легче было сводить звуковые дорожки с камеры и рекордера, когда звук записывается одновременно. Ну что, на первый взгляд кому-то может показаться непонятно, кому-то сложно. Но поверьте, получить хороший звук – это важная составляющая любого ролика, особенно для разговорного формата. Не стоит сомневаться, смело приобретайте, применяйте в работе и получайте качественный результат вашей работы. На сегодня это все. Ссылки на товар вы можете найти под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!